Здравствуйте, Горгас. Рязань, Горгас. Можно пройти? Да. Нечискаться уже не в газовооборудовании. Проверяем на герметичность, как работают горелочки, как поворачиваются. Горят все хорошо? Ровным пламенем, да? Да. Они приходят в квартиры строго по графику, раз в год. К тому, что у профессии слесарь ВДГО в Рязани женское лицо, многие уже привыкли. Потому что это всегда педантичность, четкость, да и вообще, говорят рязанцы, с ними как-то спокойнее. Все делают качественно, чисто, аккуратно. Все по времени. Все очень исполнительные. Женщина всегда исполнительная. Во время проверки газовооборудования проверяем газопровод, который находится в подъезде. Проверяем резьбовые соединения муфты контрагайки. Прибор показывает нулевой эффект. Значит, утечки газа нет. Так скрупулезно и по полочкам рассказывать о технических особенностях своей работы могут только они. От их взора не ускользнет никакая мелочь. Порядок превыше всего, потому что это еще и безопасность. Женщины-слесари понимают это как никто другой. Ольга Соломахина в профессии уже 35 лет. Работа наша, она сложная, но она важная. И то, что мы делаем, это для безопасности людей. И нужно еще уметь с людьми ладить и разговаривать. Потому что приходится и уговаривать, и объяснять, что проверка – это в целях же безопасности людей. И проверка проходит каждый год. Сопоставление с мужчинами, конечно, неизбежательно. Сравнение вряд ли будет в пользу условно сильного пола. По крайней мере, начальник службы по эксплуатации и ремонту ВДГО Светлана Мульцина в своих девочках абсолютно уверена. В моей службе трудится 81 сотрудник. Из них 6 слесарей-женщин. Они производят ремонт, замену и техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Со своей непростой работой женщины справляются наравне с мужчинами, а иногда даже и лучше. И только накануне 8 марта мы понимаем, что на хрупких плечах этих женщин лежит большая ответственность. Техническое обслуживание газового оборудования – это не просто их работа. Это в прямом смысле забота о человеческих жизнях.